Новый дилер Рольф Автопрайм на полюсовском проспекте 79 или по телефону 3340100. Количество автомобилей ограничено. Режим 3.1 июля по 31 августа 2015 года. Слово не гладит фейсрольф.ру. Вся информация носит научный характер и не имляется публичной оферты. С безопасностью вопрос. Обращайтесь в фирму Борс. Охранное предприятие Борс гарантирует безопасность любой жилой, коммерческой или строящейся недвижимости. От установки сигнализации до вооруженного поста охраны. Звоните 677-0888. Субтитры создавал DimaTorzok субсидировать процентные ставки по кредитам, привлекаемых на реализацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сказал менее и менее все. С теми участники исключения согласились. Еще одна тема, которая сегодня, безусловно, с утра взбудоражила очень многих, это очередные лишения лицензий на сей раз довольно крупных банков. Вот 21 июля газету написали, что 44 банка с начала года решились лицензии, а сегодня 24, да? И целая группа банков, и более того, российский кредит. Ну, там проблема в том, что этот банк, который сегодня лишился лицензии, российский кредит, это самый крупный банк, который лишился лицензии с ноября 2013 года. То есть в период вот этого нашего непростой экономической, скажем так, ситуации, которую мы считаем где-то с осени прошлого года, там из относительно заметных банков полетел только один, судостроительный банк, но он менее крупный был, чем сегодняшний, потому что сегодняшний должен населению более 42 миллиардов, если не ошибаюсь, рублей. Это только российский кредит, а все банки, которые входят в эту группу банковского, они должны в сумме около 60 миллиардов обязательства перед населением. То есть цифра серьезная, цифра, которая многих пугала, и до последнего говорили, что российский кредит, скорее всего, правительство пойдет на санацию, потому что очень большой пугик ТФЛ, но вот решили так, напомню, что это не имеет свое начало, и начало оно тоже было достаточно печальное, потому что основной владелец банка, он еще был владельцем банка Глобекс, на санацию которого государство потратило в 2008 году почти 80 миллиардов рублей. То есть цифра была очень большая, но тогда решили спасать, ВЭП своими деньгами помог, взял под себя, сейчас это, по сути, банк за государственным участием, но вот то, что произошло сегодня, многие чудовище не восприняли, но вернее всего, как это мешало, потому что основной владелец еще увлекался вложениями... А мне кажется, вот этот банк Глобекс, его взяли по санацию, а владелец остался, и он с нуля организовал новые... Нет, он купил. Он купил. Он купил. То есть сделал небольшой банк? Нет, потому что когда его банк потребовалась в помощь санация со стороны государства в размере 80 миллиардов рублей, у него были деньги для того, чтобы купить другой бизнес... Нет, потому и санация потребовалась, чтобы у владельцев денег не было... Это, собственно, много другого, когда банк считает, что логичнее санационировать тот или иной банк, который испытывает какие-то сложности или чем отзывать лицензии и выплачивать всем вкладчику деньги, положенные им по системе государственного страхования вкладов, что такое санация? Значит, этот банк, эта финансовая организация, переходит в собственность другой финансовой организации, которая берет на себя все долги, все обязательства вот этого прогорающего банка. Ну, чему может быть выгодно? У него хорошая сеть пультоман, у него хорошая сеть офисов, у него, не знаю, хороший персонал, у него хороший такфоритетный краков. Нет, я понял, ну в один... Вадим, надо, Вадим, в другом в дело, в том числе, все cornerstone, все конettyо, ка? Ну, это может быть... Простите? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok